Вот мы и уезжаем из Ухуда, из нашего чудесного отеля. Сейчас мы поедем на рисовую террасу Таги-Малан, смотреть. Потом направляемся в виду. По Буде нам очень понравилось, очень-очень-очень сюда реально приезжать хотя бы неделю, чтобы отдохнуть, насладиться природой, расслабиться. А еще лучше заняться йогой и правильным питанием, ну, в другой раз. Ну все, поехали. Ну вот, мы ехали где-то полчаса от нашего отеля. Приехали к рисовым террасам Таги-Малан. Тага-Ла-Ланг. Какой Тага-Ла-Ланг? Какой Та-Ла-Ланг, да. Сейчас мы только найдем, где здесь вход, потому что навигатор сказал, чтобы приехали. Вон их одни магазинчики. Терраса пока не пахнет, но сейчас мы попытаемся покинуть. Excuse me, Тага-Ла-Лангра из террасы. Oh, yes, this way. This way. If you like to trekking, you come down there. And the viewpoint on the terrace? Yeah, this is the point of the terrace here. Down and up? Yeah, up there. Вот мы куда-то приехали, Юлька куда-то нас завезла, куда точно я не пойму. Вон она идет сзади. Сюда лучше приезжать пораньше, пока еще солнце не сильно печет. Во-первых, народу поменьше, во-вторых, легче ходить. Мы опять прособирались очень долго, и сейчас 11 часов уже достаточно жарко. Некоторые вон раздеваются. Пока с нас никаких денег никто не взял. Машину мы поставили прямо на улицу, то есть не на парковке. Заход пока я тоже не вижу. Ну не факт, что не возьмут. Здесь это дело очень любят. Ну пока нас не трогают. Вот так мы гуляем. Морально здесь очень-очень классно. Очень классно. Просто какое-то умиротворение. Здесь делают ступеньки. Вручную, так сказать. Смотри, какое устройство интересное. Мы встретили указатель, что если пойти налево, будут рисовые террасы. А направо будет источник. Только не туда, а вон туда. Мы идем к источнику террасы Стального Города. Вот такие вот здесь дорожки. Сейчас будем подниматься. Это весноватые-то ступеньки. Жарко. Жарко. Саша, хорошо. Он искупался. А я не могу. Саша, хорошо. Надежда лезть не получится. Купальника на ней нет. Поэтому сейчас он идет и кафуй. А я чувствую себя так себе. Вот. Мы побывали на источнике. Я немножечко искупался. Юля не стала. В общем, мы пришли снова к тому же указателю, который указывал нас не святой источник, простите. Просто источник. Источник воды. Теперь пойдем на рисовую террасу. За мной. Тут развилки идем дальше по указателю. Рисовую террасу. Этика симпатичная. Бамбуковая песенка сделана. Вот. Куда-то мы пришли. Ага. Вот оно все-таки. Вот оно все-таки. Та-дам. Рисовая терраса. How much? Sorry. Up to you. Up to you. Yes, up to you. А, я поняла. Сколько здесь нет. Здесь не так собирают деньги. Здесь оставляешь столько, сколько можешь оставить. Все, мы положили небольшую денежку. У нас пропускается. Ну, а если вы, как и мы, немножечко устали. Посмотрите, какие прекрасные беседки есть для отдыха. Здесь теневатик. Здесь красивый. Главное. Здесь открывается потрясающий вид вечера. Я, пожалуйста, обновлюсь. Субтитры делал DimaTorzok Дальше передохнули в тюночке. Хорошо. Саш, только не пойму, там есть кот наверх все идут, а есть куда-то куда. Ну, тут водичка. А где здесь водичка? О, да, прекрасно. Сейчас подниму водичку. Здесь наверху. Здесь вот такая вот лавочка. 10 тысяч рублей. Ну, конечно, дороже, чем в городе. Ну, это туристическая леса. Теперь я полезу по этой сухой. От называемой лесенке. О, прелесть такая. Надо перейти через вот этот бамбуковый мостик. За мной уже высоко. Слушайте, я, мне кажется, в баре приведу. Это как балерина стройная. От жары и физических нагрузок просто лучше видно. Я думаю, что здесь страшно. Горячая вода? Очень. А зачем рис поливать горячий? Очень горячий. Опусти-ка руку, потрогай. Ну, теплая такая, да. Слышите лягушек? Забрались мы наверх. Здесь продают кокосы. И отсюда отличный вид. Очень добрый дядечка нам показал этот вид. И пока что не попросил купить кокосы. Вот. Очень крутой вид. Очень классно. Прям на террасе. Вот. Здесь здорово. Прям на террасе. В такой палаточке открывается чудесный вид. Дяденька все-таки предложил нам кокосы. Не знаю, сколько он стоит. Мы не хотим. Нам, на самом деле, пора уже как бы ехать дальше. Потому что времени планировали побыть здесь полчасика, сделать пару фотографий. Здесь так интересно, так здорово, что уходить не хочется. Просто очень классно и весело. Ребята, скоростание описываю. Просто здесь хочется прыгать, здесь хочется жить. Здравствуйте. 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 Спасибо. Что-то табличка, мне кажется, меня обманула или не так ее прочитала. Не так поняла. Зато зашли в гости к семье. Для того, чтобы сделать вам фотографию? Теньки, надо даже думать, что ей деньги надо дать. Бабушка сама предложила сфоткаться, потом протянула ручку. Дали 10 тысяч, просто жалко, конечно, на люди бедные в основном все хотят денег. Они по-моему, по дорожке или туда, или по лестнице? Пойдем вверх по дорожке. Саша, почему ты не сказал, что ушел в другую сторону? Ты можешь сами идти. А там есть дорожка? Да, наверное. В смысле, наверное? Здесь могут быть змеи. Конечно, могут. А, вот здесь есть спуск. Вот, зато я нашла настоящую тропинку, лестницу, вон, видите? Значит, я на верном пути была, а не Саше. Нам бы ехать уже, если честно, пора. Мы немножко заплатали, хотели спуститься, там все перекрыто и физически это очень сложно сделать. Я здесь смогла. Вот, с ветрем на 5 по дорожке вымощенной плиточкой. По дорожке сидит мужик, говорит, платите. Мы говорим, за что мы на входе заплатили? Нет, платите, летите обратно. Ну, мы из Мидии уже послали его и пошли, потому что это как-то уже по-свински. Там заплати, здесь заплати. Что это потом? Такие вот яркие эмоции, такое положительное чувство на душе. И вот какой-то один человек, который взял все просто испортил. «А внутри как она?» «Нет, три». Мы оставили машину просто на дороге. И вот, какие-то два.